Какая самая сёкая? Возьмена. В квартиру Благовещенки Виктории Черкажиной двухметровая сосна, конечно, поместится. Если вынести всё остальное, смеётся школьница. Она не первый год помогает родителям с выбором хвойной красавицы. Живут в районе Чайковского-Амурской, тут же присматривают дерево. Купят позже, после 20-го числа. Последнее слово в решении этого вопроса за мамой. У нас мама всегда, она очень принципиально относится к тому, чтобы ёлка была пушистая и зелёная. Если она хоть чуть-чуть где-нибудь жёлтенькая или ещё что-то, это всё. Надо уже другую выбирать. Ну, так же, чтобы не сильно высокая была, потому что потолки низкие, у нас ничего не вмещается тогда. Продавец Сергей Шефигумен рассказывает, при ценице к его товару горожане подходят часто, а покупают не больше семи деревьев в день. Пик продаж ожидает примерно через неделю. Цены не задирает, их разбег от 500 до 1200 рублей. Бесплатно может дать совет, как продлить жизнь со сне, но никто не спрашивает. Никто не спрашивает. Никто. Они все знают уже. Не первый год, наверное, оставят, уже знают, как надо. Обычно остаются в воду и аспирин добавляют, аспирин, говорят, дольше держатся. Ёлочных складов в Благовещенске намного меньше, чем уличных базаров. Раз-два и обчёлся, зато выбор больше. Три сотни сосен в одном месте, а после 20-го обещают завести ёлки. Минимальная цена за дерево, как и на улице, 500. Максимальная – 4 тысячи. Впрочем, на ценник при выборе хвойного ориентироваться не стоит, уверены в Роспотребнадзоре. При выборе новогоднего дерева первое, на что стоит обратить внимание, – хвойные лапы. Они должны быть пушистыми, но в ощупь слегка маслянистыми и обладать душистым ароматом. О свежести дерева расскажет средств на стволе. Есть тёмная каёмка, значит, хвойная скоро погибнет. Нет, значит, простоит долго. Приобрести новогоднюю красавицу в Благовещенске можно вплоть до 31 декабря. В распоряжении жителей областного центра больше трёх десятков точек. Адреса ёлочных базаров можно уточнить на нашем сайте. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Продолжение следует...